Виталий, приветствую тебя! На очередном раунде нашего совместного эфира Battle, как я уже говорил, громкое слово, мы все-таки стараемся с тобой не конфликтовать в плане трейдерском, а стараемся найти какую-то золотую середину, чтобы на основании этого принять реально стоящие инвестор решения. Хорошо то, что удается анализировать большой спектр финансовых инструментов, я думаю, что охватывая большую часть из них, мы реально удовлетворяем запрос наших трейдеров. Ну и я уже не раз отмечал, что, друзья, наши слушатели и те, кто присутствует, являются фолловером нашего канала, просматривают наш контент, в комментариях пишите, какой инструмент нужно разобрать дополнительно, обязательно это сделаем. Ну что, Виталий, давай тогда непосредственно переходить к тому, что мы с тобой рекомендовали в прошлый раз и что интересного видеться сейчас. Пару слов хочу сказать о том, что на этой неделе у нас будет много статистики по доллару и будет несколько очень важных релизов для британской валюты, особенно важных после того, как на прошлой неделе Банк Англии все-таки принял решение о дополнительном стимулировании монетарной политики. Политики, экономики и о смягчении монетарного режима, увеличив программу количественного смягчения на 100 миллиардов. Но я сейчас прокомментирую эту ситуацию. Давай тогда к демонстрации. Так, в прошлый раз я вновь затрагивал тему индекса доллара. Считаю, друзья, то, что это тот актив, который нужно держать уже неоднократно на брифингах не только с тобой, Виталий, но и в принципе формате того контента, который я готовлю. Считаю, что индекс доллара очень интересная идея, потому что она позволяет именно, работая в компании Markets, находиться в этом инструменте без свапов, позволяет с низкой волатильностью работать по факту какого-то любого форс-мажорного основы, чтобы на рынках не произошло, индекс доллара более-менее стабилен. Поэтому для среднедолгосрочных трейдеров этот актив не может не быть интересным. Я рекомендовал к покупке, собственно, продолжаю удерживать ланги, рекомендую всем тем, кто раньше подключался также и приобщался к этой сделке, ни в коем случае не уходить сейчас из таких сделок, потому что, судя по всему, американская валюта реально неплохо развернулась. И чем дальше мы сейчас отходим от уровня 95.70, тем должно быть спокойнее тем, кто ждет индекс в районе 98 и выше. Кстати, в прошлый раз я комментировал, обозначал цель то, что до 98 реально можем добраться. Поэтому так пару слов по общему фону. Индекс доллара — это тот актив, который сейчас дает возможность отыгрывать ситуацию с общим новостным фоном. Это и геополитические риски, это и вероятность повторной вспышки коронавирусной инфекции, и все последствия, которым это может привести. Ну и, во-вторых, индекс доллара — это то, что сейчас позволяет работать с монетарной политикой американского регулятора. Очень много было конференций на прошлой неделе. Джерома Паула, он выступал в Конгрессе, особенно стало заметным его выступление перед Банковским комитетом, где он четко обозначил позицию отсутствия сейчас риска для роста инфляции. Вот с тех пор как раз индекс доллара и растет, ситуация, конечно же, может поменяться, но я думаю, что если она изменится, к сожалению, то только в худшую сторону. Я очень обеими руками за то, чтобы мы не столкнулись с проявлением нечто подобного в плане второй волны коронавируса, нечто подобного того, что мы видели в рамках первой волны. Хотя многие считают, что второй волны ее как таковой сейчас нету, и мы работаем еще вот с таким остаточным эффектом первой. В общем, я не хочу негативить, но если ситуация по росту количества заболевших снова будет ухудшаться и магическая обстановка, то индекс доллара от этого только выигрывает. И еще было две сделки у меня по фунту и по нефти. По фунту я рекомендовал sell limit с уровня 1.2630, мы до него не добрались, но британская валюта с того момента, когда мы с тобой провели эфир и дали рекомендации, очень сильно просела. Я признаюсь, в коротких позициях уже очень давно. Я жду фунт на уровне 1.20-1.21 и как бы ни в коем случае не буду выходить раньше из этих позиций. Сегодня для тех, кто не заходил все-таки еще в шарты, есть возможность это сделать. Я думаю, что в рамках вот этого нисходящего тренда, локального тренда, который развивается, мы видим то, что идет периодический выкуп, он непродолжительный, это нормально, когда покупатели-продавцы ободаются. Ну, в конце концов, инициатива оказывается за продавцами. Так вот, я предлагаю сделку sell stop с уровня 1.2330, при этом в качестве стоп-лосса можно будет закинуть вот сюда, выше хая, ну, можно даже на отметку 1.24, ну, и ждать уже, соответственно, пару на уровне 1.20. Почему я уверен, что фунт будет снижаться? Уже ранее говорил, что после серии провальных макроэкономических релизов банк обязательно простимулирует экономику, увеличив либо программу количественного смягчения, либо снизив процентный стол. Он пошел по пути именно увеличения программы количественного смягчения. Это решение было анонсировано. Завтра у нас два отчета влажных, мы с тобой в среду подведем итоги. Это отчет по производственной активности из сферы услуг. Думаю, что статистика снова подведет и станет дополнительным топливом для снижения фунта. Ну, по нефти тоже была отложка sell stop с уровня 39.80, мы до нее не добрались. Хорошо, потому что рынок опять выкупили. Честно говоря, мне интересно, на чем растет нефть, но меня не устраивают аргументы, что рост базируется на восстановлении мировой экономики, того, что все забыли о пандемии, везде экономическая активность растет и завтра будет 100 долларов за баррель. Это бредовая аргументация. Я думаю, что это просто попытка крупных игроков наиграться сейчас. Ну да, то есть это спекулятивный инструмент нефти, как мы знаем, да? То есть вверх там процентов 10-15, вниз, то есть без причин как бы можно. В последнее время мы уже к этому привыкли, действительно. Такие движения, они раньше были немыслимыми, а сейчас это динамика одной торговой сессии. В общем, по нефти пока вне рынка. И еще одна рекомендация на сегодня, помимо фунта, это покупка пары доллар-канадец. Вот хотел как раз рекомендовать с уровня где-то 1.3580. Вот мы сейчас начали восстанавливаться. Ну ладно, давай тогда подождем повторной коррекции к отметке 1.3560. Я думаю, что движение в рамках вот этого локального восходящего канала, оно продолжится. И здесь сделка buy limit уровня 1.3560, стоп лосс на отметке 1.35, а ждем мы выше уровня 1.38. Я верю в рост пары доллар-канадец, потому что я жду на самом деле серьезной коррекции на рынке нефти. Чем сильнее просядет нефть, тем, соответственно, хуже будет канадцу. Но вот как раз потенциал снижения нефти я предпочитаю отыгрывать именно через канадца. Также сегодня еще выступление главы Банка Канады после пятничных данных по ронщинным продажам провальных. Он, скорее всего, анонсирует новые меры стимулирования. Ну просто подготовит рынок к тому, что на свечи населения они будут приняты. Это также может привести к ослаблению канадца. И как я уже отметил, у нас растет индекс доллара, американская валюта крепчает. Пока в формате вот этой часовой свечки мы это видим. И допускаю, что будет все-таки еще небольшая коррекция. Но небольшая, вот фактически 20-30 пунктов, и после мы более уверенно пойдем вверх. Виталий, слово тебе передаю. Так, видно? Видно уже, да. Хорошо, всех приветствую. Сейчас разберем те инструменты, которые я говорил в прошлый раз. Также дам новые идеи. В принципе, скажем, рынок на сегодня, ну твои идеи, они совпадают с моими идеями. Точнее совпадали до пятницы. Они и частично сейчас совпадают. Допустим, тот же канадский доллар, вот сейчас у меня демонстрация. Я, в принципе, тоже такой вариант рассматривал и рассматриваю. То есть, ну, покупки мы обсуждали с ребятами здесь внизу, в районе там 35-30. И, в принципе, ту отложку, которую ты дал, у нее есть идея. Но, скажем, я ради интереса скажу сегодня в обратную сторону идею, чтобы был, скажем, интерес. Кто-то победит обязательно. Ну, сейчас вернемся к тем идеям, которые я давал в прошлый раз. И будем новой говорить. Итак, в прошлый раз обсуждал шорт доллар-франка. То есть, мы торговались где-то, получается, вот среда у нас где-то в этом диапазоне. И давал шорт-идею на обновление вот этих минимумов, которые были у нас 11 июня и, возможно, глобально ниже. В принципе, я так и ожидаю по доллар-франку. Но ситуация, скажем, была немножко сменилась. Вот же день, среду и четверг. И я, в принципе, писал там в комментариях под прошлым видео. Плюс там были активные участники. И спрашивали по доллар-франку, кто-то шортил тоже его, кто-то покупал. Я написал, что я с этого инструмента вышел с шортов и перевернулся в лонг. В четверг, получается. И даже говорил об этом в пятницу. Почему? Потому что, ну, ситуация немножко там графически сменилась. Но она, скажем, не принесла какую-то там колоссальную прибыль в лонг. Там всего несколько десятков пунктов мы ушли. И сейчас, в принципе, у меня такое мнение, что такой 50 на 50. Вот есть, в принципе, идея с текущих... Оно очень похоже доллар-франк на индекс доллара почти. То есть есть тоже такое поджатие. Мы можем сегодня прострелить по нему наверх. Но, скажем, я пока воздержусь от торговли данного инструмента. Аналогично у меня был индекс доллара с аналогичной ситуацией. То есть где-то в этом диапазоне шорты. Они не отработались. То есть мы ушли наверх. И сейчас у тебя идея на покупку. Она, в принципе, возможная. Но есть такая обманочка, что мы можем с текущих пойти на разворот по индексу доллару. То есть это пойдет такой дополнительный уровень. Вот здесь сопротивление. С текущих мы просто падаем на обновление вот этих минимумов 11 июня. Аналогично по франку. Но, скажем, рекомендации, скажем, я пока воздержусь на сегодня. Потому что здесь скользкая ситуация. Евро-доллар аналогично. Здесь тоже что-то такое странное идет падение. Вот это, оно меня смущает. И поэтому, скажем, аналогично я давал покупки где-то в этом диапазоне. Они не отработались. И сейчас, ну странно, он как-то падает. Вот эти, получается, среду, четверг, пятницу, сегодня. То есть такое ощущение у меня по евро, что здесь идет ловушка в лонг. Мы хорошо улетим сегодня там, я думаю. Поэтому с этих инструментов давайте я одну дам рекомендацию. Я думаю, что они все одинаковые, как и в прошлый раз я говорил. Дам на рост, скажем, точнее на снижение доллара по этим инструментам. То есть индекс доллара, доллар-франк и евро-доллар. То есть мы выберем один, скажем, инструмент. Давайте возьмем, аналогично это касается даже канадского доллара. То есть это четыре инструмента. То есть если у кого-то есть желание, можно разбить, взять один инструмент на 1% риска к депозиту. Или, допустим, по 0,25% депозита разбить на четыре инструмента аналогично. То есть получается канадский доллар шорт с текущих стоп. Давайте так, чтобы я назвал цифру, то не видно. Шорт с текущих 35,80. Стоп за ночной хай это 36,35. Можно поставить франк аналогично. То есть текущих шорт стоп за хай пятничный. Это получается шорт 95,10 и стоп-лосс 95,35. И евро-доллар покупочка получается с текущих 11,93. Со стоп-лоссом за минимум пятницы 1,11,60. Но это все разбить в одну идею. Скажем, это как бы одна идея на сегодня будет. И основную идею, которую я уже преследую долго, это шорт золота. Получается, я уже долго говорил, что я жду золота среди срочно вниз. Оно, скажем, дает по 300-500 пунктов вниз. Иногда выносит по стопам. Но сейчас произошел такой, я думаю, возможно, ложный пробой. Я об этом уровне говорил пятницу в обзоре, 1745. Я бы поставил селл-стоп на сегодняшний минимум. Это 1742. Это селл-стоп. С целью долгосрочное падение. Это как минимум в район 1680. И дальше вниз в район 1450. Такие небольшие цели. Получается, так, селл-стоп 1742. И стоп-лосс за сегодняшний хайд 1760. Вот если посмотреть фьючерсы, я сейчас сделаю остановить демонстрацию экрана и переключусь на одну секунду на фьючерс. Видно сейчас? Да, да, да. Да, это фьючерс на золото. То есть у нас картинка практически одинаковая, но за исключением того, что у нас хайд по фьючерсам был показан в районе 14 апреля. То есть у нас сейчас цена, даже если она перепишет немножко, даже чуть-чуть переписали утром. Копеечку даже, возможно, даже нет. Сейчас посмотрим. Хай получается максимум 1775.8. Сегодня на один бакс переписали. Поэтому если мы уйдем ниже того уровня, который я сказал по спот ценам, то я думаю, вот этот набор позиций, он возможно, скажем, если произойдет то, что я ожидаю, то здесь будет хороший обвал, аналогичный у нас был по нефти в 2018 году, тоже после такого двухмесячного набора позиций, то есть пошел разворот рынка. Так, поэтому пока на этом остановимся. Спасибо тебе, Виталий. Отличная идея. Я думаю, что точно либо с позиции техники, либо с позиции фундамента кто-то к чему-то прислушается. Мы, безусловно, желаем, друзья, всем удачной прибыльной торговли. Неделя только начинается. Вместе с вами будем, с Виталием, следить за тем, что происходит. Следующий эфир тогда у нас в среду. Тогда уже можно будет поговорить по горячим следам и по британской статистике, потому что будет по статистике США. Виталий, тебе тоже хорошего трейда и до скорых встреч. Пока. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok